Язык Урду довольно важен, в принципе, равноправная такая форма Хиндустани. Язык Урду основан на том же абсолютном диалекте, что Хинди, поэтому этот клип на самом деле будет довольно кратким, потому что мало чего характеризировать качество лингвистических особенностей, там, в принципе, грамматика, как в Хиндии и так далее. Специфика такая, что это язык мусульмана, Хинди – язык индуистов. Но в Хиндии очень много арабских и персидских заимствований, которые происходят от мусульман, потому что мусульмане длительно контролировали Индию, я, возможно, по лекциям, по истории дойду, да, это расскажу подробно. В результате, в принципе, на Хиндии они могут, если они нагнетают арабизмы, они говорить могут в таком стиле, что практически Урду. То, что у них есть выбор там в Хиндии, они могут арабизм сказать, могут сказать санскритское слово в определенных ситуациях, и таких ситуаций довольно много, и могут и английское открутить. Урду более такой, сконцентрированный именно на арабо-персидской норме. Носителей Урду много, перепис с 2011 года 59 миллионов человек в Индии, и в Пакистане 13,5 миллионов человек, это где-то 8% населения Пакистана, но практически все остальные знают Урду в качестве второго языка, то есть это госязык Пакистана. В Пакистане очень много индийских языков, про которые про все я собираюсь рассказать, и там есть и иранские языки. Где-то, по моим подсчетам, до конца сентября я должен индийские языки рассказывать, и в октябре уже до иранских дойду. Вот, пакистанских языков точно много будет, там их много. Ну, а между языками они говорят вот на этом Урду и пишут на Урду. Урду, естественно, преподается там в Пакистане во всех школах и так далее, как госязык. Также довольно много носителей в Непале, в Бангладеше, в арабских различных странах, и индийская эта вся миграция по всему миру, там тоже многие на Урду учились. Выделяется северный и южный диалект, но стандарт на северном диалекте основан, и северный диалект по грамматике никак не отличается от хинди абсолютно. Складывается он довольно рано. В принципе, славская культура была богатая. Примерно считается, что 12-13 века уже сформировался в Хиндустане, как такой общепонятный язык. И уже в 13 веке писали именно вот на той норме, которая близка к Урду. То есть мусульманские поэты, они писали на Урду, фактически, то есть на Хиндустане с большим количеством арабских и персидских заимствований. А, ну графика арабская, естественно, раз язык мусульманский, этим четко отличается. Вот я тут всякие из интернета слайды привлек. Ну там в основном люди, видимо, на внешние обращают внимание, что графика арабская. На самом деле, кто читает арабскую графику и Диванагари примерно равна, они не видят разницы, потому что это тот же текст, просто записанный арабскими буквами. Ну, в большинстве случаев, то есть если там нет четких лексических различий. Ну, в общем, традиция развивалась. В принципе, Хиндустане именно в арабской графике было сначала официальным. То есть вот когда англичане пришли, Уст-Индская компания, она официально использовала Хиндустане именно в форме Урду, то есть на арабской графике и с арабизмами, для официальной коммуникации со всеми индийскими различными властями. С 1836 года начинает издаваться газета на Урду. Королева Виктория, которая также считалась императрицей Индии, она знала Урду и вела дневник именно на Хиндустане в арабской графике королевы Англии. Окончательная кодификация, конечно, это все равно XIX век, потому что тогда пошла уже лингвистика, нормы, словари, грамматики. Саид Ахмат Хан считается один из крупных кодификаторов XIX века. И, естественно, когда уже Пакистан пошел, там уже на государственном уровне осуществляется уже работа с языком, выпуск словарей, огромное количество, естественно, художественной литературы, научной и так далее. Это полноценный, развитый современный язык, госязык Пакистана. Перехожу к характеристике языка, но будет довольно краткое только отличие от хинди. На этом канале есть канал про хинди, где подробно все про хинди рассказывается. Что касается фонетики, то как в хинди, однако вот заимствованные звуки из персидского или арабского, они могут носителя произносить прямо как положено в арабском. То есть, они их не переводят в различные придыхательные индийские, как в хинди это делается, а могут прямо произносить какое-то обычное в арабском или в персидском. То есть, такие особенности. Именно в арабских и персидских словах, которых там довольно много. Ударение и все такое прочее абсолютно как в хинди. Иногда у них бывают такие явления, что заимствуется арабское слово, у которого женский род образован по арабской модели, и он остается в языке. То есть, в заимствованных вот этих словах, арабских и персидских, часто сохраняются нормы вот тех языков, из которых взяты. В частности, окончания могут быть персидские, всякие арабские, прилагательных и так далее. Ну, вот такой довольно яркий пример – это то, что арабские слова могут образовывать множественное число по арабским моделям, то есть, со внутренними перестановками гласных и так далее, то есть, по семитским моделям. И это сохраняется в Урдув полностью. Это такая яркая особенность, потому что это грамматика. Немножко там сохранились формы двойственного числа арабские, и нумеративы используются. То есть, вот примерно как в китайском используются дополнительные слова, обозначающие… При присоединении числительного, числительное присоединяется через какое-то дополнительное слово, которое обозначает класс предмета. Допустим, 50 томов книг. Или там 100 голов лошадей, вот так говорят. Ну, вот в китайском это систематически, и в японском происходит. А тут, в общем, я не особенно понимаю, как это развилось, почему. Ну, вот такая тоже особенность. Всевозможные формы грамматические другие, кроме рода и множественного числа, которые есть в арабском и персидском, как правило, они не осознаются, то есть, они воспринимаются как просто такое слово. То есть, на самом деле, допустим, там арабское слово в винительном падеже, но они считают, что это просто вот слово такое. Допустим, там быстро, конечно и так далее. Аналогично всякие персидские формы, допустим, прилагательных, где в персидском языке это будет превосходная степень, прилагательная в урду, оно просто как такое прилагательное специальное, так вот воспринимается. То есть, какие-то окончания персидские, арабские есть, но они их не считают окончаниями, включают состав корня фактически. Словообразование. Вот для словообразования характерно большое количество суффиксов и префиксов из персидского и арабского. Вот можно посмотреть примеры. Грамматику никак не характеризую. Абсолютно такая же, как в хинде. Не имею в виду глагол там и все такое полностью, как в хинде. Что касается синтаксиса, в синтаксисе широко используются послелоги тоже арабские, персидские и даже союзы. Вот эти арабские хорошо известные по всем прочим языкам. Лекин, тамва. Почти в каждом мусульманском языке есть эти арабские союзы. Вот и в Урду тоже есть. Ну вот эти заимствования примеры. То есть в основном заимствования иранские и арабские. Надо сказать, что арабские у них идут через персидский. То есть вот в персидском, в старом персидском очень много арабизмов. И в такой форме пошло в Урду и в хинди. То есть на самом деле в хинде. На самом деле у них было именно влияние персидской культуры, а не непосредственно арабской. Но персидская находилась под влиянием арабской, поэтому так получилось, что у них много иронизмов и много арабизмов. Есть тюркизм, но мало. И есть, естественно, много английской лексики, но в целом меньше, чем в хинде. Хинде более такой открытый. Однако общая тенденция, как и везде в мире, что влияние английского языка в целом осиливается, в том числе и на Урду.